Здравствуйте! Это Вести Кабардино-Балкария. В студии Станислав Сердюков. Коротко о главных событиях дня. Сегодня состоялось заседание Президиума Парламента Кабардино-Балкарской Республики. Основным вопросом повестки дня стал созыв внеочередной сессии. В 2004-26 июня 2014 года назначена дата голосования по избранию главы Кабардино-Балкарской Республики депутатами Парламента Кабардино-Балкарской Республики на 9 октября. В связи с изложенным предлагаю созвать внеочередное заседание Парламента Кабардино-Балкарской Республики 9 октября 2014 года в 10 часов в Доме правительства Кабардино-Балкарской Республики с повесткой заседания об избрании главы Кабардино-Балкарской республики депутатами парламента Кабардино-Балкарской республики. Решение о проведении внеочередного пленарного заседания было принято единогласно. После депутаты рассмотрели ряд законопроектов. Комитет по социальной политике, труду и здравоохранению предложил обсудить изменения в федеральный закон о дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей. Народные избранники предлагают увеличить продолжительность выплат ежемесячного пособия по уходу за ребенком для многодетных, в частности, до тех пор, пока ему не исполнится 12,5 лет. Президиум парламента сегодня также утвердил примерный план работы высшего законодательного органа республики на осеннюю сессию. Ситуация с ценами на сельхозпродукцию в республике стабильная. Об этом сегодня на встрече с представителями СМИ заявил министр сельского хозяйства КБР Мухаммед Шахмурзов. По его словам, несмотря на некоторые колебания стоимости продуктов питания, резких перепадов нет. Снизились цены на овощи и фрукты. На молоко сыр и сливочное масло остались без изменений. Кабардино-Балкария сегодня обладает достаточным потенциалом, чтобы обеспечить продовольствием не только себя, но и другие регионы, подчеркнул Шахмурзов. Возьмем такой пример овощеводство. Я считаю приоритет номер один в Балкарии. Мы можем совершенно спокойно сегодня 150-200 тысяч тонн овощей вывозить уже за пределы республики. И это существенный вклад в импортозамещение. Согласитесь со мной. Это первое. Второе. Производство плодовочных консервов. В этом вопросе наши конкурентные преимущества вообще не обсуждаются. Они очень высокие. Совершенно спокойно можем работать на импортозамещение в этом направлении. Вопросы журналистов касались самых разных направлений развития сельского хозяйства. Господдержки, агрострахование, развитие рыбной отрасли, использование потенциала горных пастбищ. Особое внимание уделили созданию в республике сети потребкоопераций. По словам Шахмурзова, все усилия будут направлены на то, чтобы сельские жители могли не только выращивать свою продукцию, но и, как раньше, сдавать ее заготовительным базам. Касаясь планов на будущий год, министр отметил, Кабардино-Балкария подала заявки на участие в 19 госпрограммах. В республике ведется активная работа по выполнению майских указов президента. По программе переселения из ветхого и аварийного жилья в Нальчике в этом году уже получили новые квартиры 78 семей. Среди них ветеран труда, труженица тыла Анна Глинская. С подробностями Алина Тилова. В этом году Анне Глинской исполнится 87. Ветеран труда во время войны ей пришлось особенно тяжело. Помнит, как 15-летней девчонкой в родной Новоивановке копали окоп и спасали раненых, вручную собирали урожай. Затем долгое время работала швеей. Последние 12 лет женщина живет в доме барачного типа. Его построили еще в 37-м прошлого века. Крыша протекает, на стенах барака трещины, сырость и плесень во всех комнатах. Там утечка у ванной. Куда она бежит, я не знаю. А к нам вот столько она бежит. Вот так. О неудобствах теперь можно забыть, улыбается женщина. Сегодня она владелица трехкомнатной квартиры на Атажукино-10. Именно там Глинская получила заветные квадраты, о которых так долго мечтала. В новое жилье уже перевезены практически все вещи. Вот это вот обои я выбрала. Беседка любви. Я очень довольна квартирой. Не дождусь, когда уже в такую светлую, в радостную кухню зайду. В очереди на получение жилья по программе переселения Глинская стояла несколько лет. Обещали выделить квартиру еще два года назад. Говорит, уже и надежду потеряла. Я очень довольна. Я так хочу в этих квартирах пожить хоть годика три, хоть до 90 лет. А мне все желают до 100 лет. Ну дай Бог, чтобы столько прожить. И люблю я землю. Я так рада, что у меня кусочек земли есть, что я цветочки буду сажать. До конца года по программе переселения из ветхого жилья новые квартиры в Нальчике получат 144 семьи. Алина Тилова, Инна Богатырева, Игорь Мигулин. Вести Кабардино-Балкария. В ближайшее время в Заюково откроется новый фельдшерско-акушерский пункт. Сегодня завершаются внутренние отделочные работы. Подрядчики используют современные технологии. К примеру, потолки утеплили стекловолоконными материалами. К зданию уже подведены все инженерные коммуникации. В ближайшее время установят окна. Сейчас в Баксанском районе возводятся еще три ФАПа. В Кубе, Псычехе и Кременчуг-Константиновском. Каждый из них будет оснащен современным медицинским оборудованием. Разновидности лейкоза и как их лечить. Сегодня в Нальчике на базе республиканского онкодиспансера открылась школа крови для пациентов с хроническими заболеваниями. Для участия пригласили медиков, лечебных учреждений республики и пациентов. Лекции читали ведущие специалисты Гематологического научного центра Минздрава России и Фонда содействия. Основное внимание уделили профилактике милолейкоза. Недуг этот редкий и чаще всего встречается у людей от 30 до 60 лет. В Кабардино-Балкарии 28 человек с таким диагнозом. Все они присутствовали на лекции. Мы начали проводить школу для пациентов, для того, чтобы наши больные знали, что такое, что за диагноз, которыми они страдают, как надо лечиться, как надо диагностироваться. И поэтому на протяжении многих лет мы проводим вот такие регулярные школы. Организаторы отмечают, что школа крови в онкодиспансере станет традиционной. Далее вы узнаете, каковы критерии оценки итоговых сочинений выпускников школ, а также о деталях первого дня международного конкурса чтецов и вокалистов, который открылся сегодня в Нальчике. Мы продолжим после небольшой рекламы. В эфире Вести Кабардино-Балкария. Мы продолжаем. Ночные охотники и крокодилы. Так в российских войсках называют модели боевых вертолетов Ми-28 и Ми-35. На них в горах Кабардино-Балкарии более 40 летчиков Южного военного округа отрабатывают элементы сложного пилотажа. За учениями наблюдала наша съемочная группа. Слово Адаму Абазову. Ми-35 является экспортной модификацией легендарного Ми-24. Новая машина отличается повышенной надежностью, маневренностью и оснащена по последнему слову техники. На вооружение в Минобороны модель вертолета поступила сравнительно недавно. В носовой части фюзеляжа установлена спаянная пушка 23-го калибра и так называемые глаза вертушки. Станция наблюдения, оснащенная тепловизором, системой ночного видения и автоматическим наведением на цель. С таким арсеналом Ми-35 легко распознает и уничтожает противника в радиусе 10 километров. Совершенно различные задачи выполняем. Как от разведки, так и боевого применения. Ну а так, в основном, летаем по маршруту, сопровождаем колонны. То есть, патрулируем границы. Зоной тренировок стали горы Прильбрусия и Чигемского ущелья. Полеты проходят на высоте свыше 2,5 километров. Зачастую в условиях нулевой видимости. Приличного летного состава более 40 человек. В частности, из них более 20 молодых командиров экипажа, выпускников 2011-2012 годов. Проходят первоначальную подготовку. Кроме того, более 10 командиров экипажа прибыло на сборы, кто проходит восстановление утраченных навыков в период проведения горной обладательности. Несмотря на то, что все курсанты действующие командиры боевых машин, к полетам в горах их допускают только в паре с опытными летчиками. На скальном рельефе практически нет ориентиров и крайне сложно найти площадку для высадки десанта. Впрочем, погодные условия доставили хлопот не только нам. Направление ветра в горах меняется практически ежеминутно и пилоту крайне сложно уследить за показаниями бортовых датчиков. Для того, чтобы лётчик мог определить направление ветра, для этого используют обыкновенные покрышки, которые дают характерный густой черный дым. Качество выполнения норматива в земле оценивают инструкторы. На каждое упражнение курсантам отводится по три попытки. Исправившихся с заданием ожидает подробный разбор полётов. Складываются, какие были замечания, как прошла смена, и разбор ошибок, ошибочных действий, если таковые были. Идут дальше, учите. Должны лётчики учить, уметь гладить в горах. В этот день все вылеты были выполнены без единой ошибки. Уже завтра покорителям неба предстоит отработка упражнений на ещё большей высоте и экзамен на сложный пилотаж в горах. Завершаются сборы 8 октября. Адам Абазов, Моя Тохов, Вести, Кабардино-Балкария. К другим темам Миноборнауки России опубликовал на своём сайте критерии оценки итоговых сочинений выпускников школ. Их всего пять. В первую очередь это соответствие теме, далее аргументация и использование литературного материала, третья композиция и логика рассуждения, четвёртое качество письменной речи и последняя грамотность. Для получения зачёта выпускнику необходим положительный результат по трём критериям, а объём не должен быть менее 250 слов. На создание работы отводится 3 часа 55 минут. Напомню, сдавать сочинение выпускникам предстоит 3 декабря, переиздать его можно будет 4 февраля и 6 мая. Только при наличии зачёта они будут допущены к единому госэкзамену. Голос и речь. Международный конкурс вокалистов и чтецов под таким названием сегодня открылся в Нальчике. В столицу Кабардино-Балкарии съехались более ста исполнителей со всей страны. Творческие состязания приурочили к празднованию 200-летия со дня рождения Михаила Лермонтова и 100-летия со дня основания Театрального института имени Бориса Щукина. Запланированы открытые уроки, мастер-классы, семинары, лекции, врачей-фуниаторов и преподавателей ведущих творческих вузов страны. К нам обратились с просьбой о содействии проведения данного конкурса. Мы с радостью восприняли это, потому что для нас большая честь принимать такой конкурс на земле Кабардино-Балкарии. В конкурсе пять номинаций – академическое, эстрадное, народное пение, вокальные ансамбли и художественное чтение. И сегодня же в Музее изобразительных искусств прошли конкурсные прослушивания. Чтицы декламировали известные произведения русских классиков. 15 участников продемонстрировали свое правильное произношение, технику речи и артистизм. Голос и речь будет проходить три дня и завершится галоконцертом в субботу. И последнее. Как не только подтянуться, подняться по канату, но и пройти по нему. В третьей от Ажукинской школе, помимо упражнений, прописанных в школьной программе, ребят обучают зрелищным цирковым трюкам. С теми, кто умеет танцевать на канате, общалась наш корреспондент Инна Богатырева. Хождение по канату – один из самых зрелищных, но и сложных элементов эквилибристики. Учитель физкультуры с почти 30-летним стажем Хасан Тезадов отбирает для тренировок наиболее ловких и способных один из перспективных спортсменов – 11-летний Астемир Жемухов. Когда мы пришли в физру, я увидел этот канат, я научился по нём ходить. Я уже третий год занимаюсь канатоходством. Ещё я могу ходить по канату с закрытыми глазами и танцевать. Шестиклассник неоднократно удивлял своими физическими возможностями и замысловатыми по не только педагогам, но и членам жюри на различных конкурсах. Занятия начинаются с простой ходьбы по тонкому, но прочному канату. Когда ребёнок начинает держаться уверенно, тренер добавляет трюки, постепенно усложняя элементы. На канате не каждый может, но я их искал. Как вы говорите, не каждому всё дано. Кому-то нравится одно, кому-то другое. Кто не может на канатах ходить, на капле занимается гимнастикой. К канату и балансиру уже присматриваются малыши из дошкольного блока, но пробовать пока не решаются. Сейчас под руководством Хасана Тезадова на различных сельских и районных состязаниях и праздниках удивительную способность держать равновесие показывает около двух десятков ребят. Это, конечно, в программу школу не входит, но он сам заинтересовывает ребят. И все ребята с удовольствием посещают спортивные игрушки. Системная работа даёт свои позитивные результаты. В прошлом учебном году наша школа заняла первое место по спорту в Баксанском муниципальном районе. Ребята ждут очередных выступлений с нетерпением, готовят новые трюки, которые не просто удивят зрителей, сразят на повал. Инна Богатырева, Марат Татруков, Вести, Кабардино-Балкария. На этом всё. Впереди прогноз погоды на завтра от центра ФОБОС. Его представит Зухраб Шихачева. Я лишь напомню о том, что все выпуски нашей программы можно найти в интернете адрес сайта вестикбр.ру. Будьте здоровы! Раян. Возрождение культуры здорового питания. Потрясающие солнцезащитные очки. Лимитированная коллекция 2014 года теперь со скидкой 20%. Ленароптика. Ногмала, 70. Торговый центр офиса «Дом». Это огромный выбор офисной мебели российского импортного производства всех ценовых категорий. Наш адрес улица Кирова, 294. Добрый вечер. Метеовести от ФОБОС. В четверг в регионе атмосферные фронты принесут с собой сырой и холодный воздух, повсеместно снижая показания термометров. В Зольском районе без особых изменений чуть больше 10 тепла. В горах погода переменчивая. У подножия Альбруса днем температура от 0 до плюс 5, а ночью столбики термометров подойдут к минус 3. До 9 градусов тепла в Тернаузе. Воздух здесь влажный. В Баксане, Чегеме и Нордкале, несмотря на сырую погоду, около 13 со знаком плюс. В небе над прохладницким и майским районами облака уступят место солнцу, там на градус больше. Несмотря на ясную погоду, на территории Терского и Лискенского ветрено и сыро. Неохотно будет прогреваться воздух и в Кашхатау. Здесь максимум плюс 8. Температура в Нальчике немного выше, плюс 13, переменная облачность. Такие метеовести. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»